Всем привет! Добро пожаловать в Аленка Блог. Сегодняшнее видео будет необычным, оно будет совместным с еще одним прекрасным блогером по имени Алиса. Алиса живет в Америке, в городе Техас, и у нее свой канал, который называется Гарбанза. Я дам ссылку на ее канал, дам ссылку на ее инстаграм. Девушка действительно потрясающая. Я когда только узнала первый раз о ее канале, я просто зависла. Я зависла, наверное, ну я подряд посмотрела видео 5 ее, что для меня ну просто вообще редкость, без перемотки, вот просто вот заслушивалась. Настолько интересная подача, настолько самобытная, настолько ироничная, в общем, исключительно умная девушка, красивая. И я вот знаете, больше всего ценю в людях способность посмеяться над собой, как бы поиронизировать. Это для меня вот ну просто, это находка, это вот, ну я обожаю таких людей. И она вот как раз из таких, она так ярко описывает ароматы, так позитивно, так самобытно, как я уже сказала. Ну просто потрясающе. Мы с ней переписывались в инстаграм, очень приятное в общении. И я ей предложила между делом, давай, говорю, запишем совместное видео. Она говорит, а давай. Я предложила записать видео на тему свежих ароматов. Она говорит, ой, давай. Было так приятно. И мы решили сократить это видео до пяти ароматов. Пять топ самых свежаков, самых, знаете, таких охлаждающих, летних. Если вы в поисках вот именно такого аромата для себя, потому что впереди лето. У меня, например, сейчас зима впереди. Я эти ароматы уже отставила в сторону. И пока вот по свежим впечатлениям я вот решила с вами поделиться. И Алиса тоже. Надеюсь, вам видео понравится. Надеюсь, вы что-то новое для себя откроете. Переходите, пожалуйста, по ссылке. Посмотрите Алисина видео. Подписывайтесь на нее. Но она просто. Она потрясающая, энергичная, умная, красивая. В общем, вы не пожалеете это сто процентов. И давайте начнем. Топ пять самых свежаков для меня на лето. То есть ароматы, которые реально охлаждают, как эффект холодного душа, эффект, ну, в общем, эффект, знаете, такого ледяного мохито. Горячий такой жаркий день. Я говорю вот просто от души, потому что в Сиднее очень жарко, в Сиднее очень влажно. Бывают, ну, просто невыносимые. Вот эти вот ароматы для меня были вот просто палочка-выручалочка. Первый аромат, который я хотела вам показать, для вас, наверное, будет не секрет, но он вот реально для меня стал мега-открытием. У меня была маленькая его версия, меня его мама увезла. Я вот себе взяла вот теперь большую. Мне подарили, точнее, на день рождения. Спасибо. 100 миллилитров у меня вот уже вот конкретно нету. Ну, сейчас уже похолодание у нас. Я не думаю, что я его буду носить. Это аромат Бореда Бланш. Бланш белый. Бланш чистый. Бланш сверкающий, переливающий, холодный, охлаждающий, вот реально. Он, знаете, как кусочек льда. Он как какой-то вот шипучка, как сухое шампанское, как белые цветы. Все так свежо-свежо-свежо, чисто. Ну, потрясающий аромат. По легенде, создатель аромата сделал этот аромат для своей жены, потому что ее имя Бланш, кстати, потому что она не любит духи. И вот этот аромат, он реально, он не парфюм, он именно вот эмоция. Аромат именно какой-то свежести, аромат, ну, просто вот как вы себя ощущаете в той или иной ситуации. В данный момент для меня это было исключительное пропадание вот в жару. Нанести этот аромат сразу после прохладного, опять-таки, душа. И он реально продлевает ощущение вот этой свежести на целый день. Если вы еще с собой его возьмете, то будет вообще прекрасно. Но дело это не потому, что там стойкость. Стойкость у него просто запредельная, чтобы меня очень поразило. Ну, два дня вот он держится вот прям вот такими вот порывами, ветрами. Бесподобный аромат. Пробуйте, пожалуйста, на себе. Многие слышат в нем ноты порошка, что-то еще. Для меня это холодные простыни, холодные, вот прям ледяные, еще с мороза принесенные вот такие вот белые простыни. Очень крутой аромат. Попробуйте, если ищите такой классный аромат на зиму. Следующий аромат. Шанель номер пять и премьер. Вот неожиданно, но это да. Это для меня реально глоток свежего воздуха. Он изысканный, он хрустальный. Он переливается, как такой красивый хрустальный бокал, в котором, не знаю, охлаждающий нектар внутри налитый. Вот вы вот на солнце пьете этот нектар, и вам хорошо, вам не жарко. Ну, реально, вот в Сиднее очень жарко, и найти ароматы, которые ты хочешь носить именно вот в такой большой, под большим градусом жары, если так можно сказать, это, конечно, редкость. Ну, вот Шанель и Бланш, это просто, именно Шанель премьер. Это, ну, это классика во флаконе. Для меня это универсальный аромат, для меня это палочково-ручалочка. Для меня он такой, я могу его с утра до вечера носить, под любой вообще наряд, под любое настроение. Он всегда будет уместен, он всегда будет элегантен, подчеркнет ваши только самые лучшие стороны. Эль Премьер, Шанель, ну, моя любовь. Следующий аромат, который меня очень так нравится на холодный период и также на весну, это Диориссимо от Диор. Диориссимо у меня в туалетной воде, это туалет. Это, конечно, ну, это, знаете, весна во флаконе, да, но это также красота во флаконе. Это женственность во флаконе, это, вы знаете, вот как Боттичелли картины, вот эти вот его весна, вот эти вот Венера, вот все вот эти вот такие белокурые богини, выходящие из пены морской, да. Это вот, вот она так пахнет для меня. Это бесподобный аромат с ландышами, с белыми цветами. Я слышу тут сирень, многие слышат тут сирень, но, слушайте, каждый слышит то, что слышит, все вместе, это просто феерия. Это феерия, это какой-то, вот знаете, полет, полет фантазии, полет женственности. Он не очень стойкий, к сожалению, но когда я его ношу, я чувствую, вот прям вот я лечу. Я лечу, прохладный ветер, сбивает мои волосы, ну, знаете, вот это вот все билиберда, вот оно вот тут есть. Вот такой вот, он очень романтичный, очень такой изящный, очень крутой. На лето the best. Следующий аромат, который я очень люблю на лето, это, конечно же, Juliette Hezegan Not a Parfum. Это уже совсем другая история, это более такой современный, урбанистичный, можно даже сказать, минималистичный аромат. Тут всего одна нота, абраксан, и на каждой коже она раскрывается по своим, ну, уже это все, как бы, знают. А кто-то вообще не слышит этот аромат. Например, Алиса, когда я ей написала список ароматов, она мне сказала, что, ну, нота Parfum она вообще не слышит. Я знаю примеры, многие не слышат. Ну, вот я слышу, повезло мне или нет, ну, вот мне нравится. Этот аромат, для меня аромат вот реально чистого тела после душа. Или вот, знаете, когда вы только-только постирали белье и проснулись вот на этом еще свежем белье, и вот слегка с запахом тела он смешался, вот, ну, вот что-то такое, очень интимное, очень теплое, такой родной аромат. И в то же время он невероятно шлейфовый, невероятно комплиментарный, стойкий. На мне он раскрывается, когда пудрово, когда специево. В общем, каждый раз по-разному, зависит опять-таки от погоды, но что он освежает, это да. Это 100% безусловное попадание вообще в жаркий день, если вы вот хотите какой-то такой универсальный аромат. Вот, Juliette Heisegan, Nota Parfum. Пробуйте на себе, пробуйте на коже, потому что есть момент, что он вообще-вообще не раскроется, и будет печаль. Следующий аромат, последний, раз, два, три, четыре, пять, да. Ну, с математикой у меня. А реплика от Maison Margello. А он у меня появился вот как раз вот в такой, в жару, в самый такой разгар жары, мне подарила его мама. Это прекрасный. Lazy Sunday Morning, реплика Maison Margello. Это, ну знаете, они тут так и заявляют, там на картинке нарисована, ну, сфотографированная девочка такая на белых простынях льняных, там, не знаю, каких хлопковых. И вот такое лето, светит солнце ей в окошко, и она такая вот в неге пребывает, просыпается утром. Да, вот это такой аромат, аромат неги, аромат какого-то такого умиротворения, спокойствия вообще, вот знаете, уместен куда угодно, как угодно, хоть вечером, хоть днем. И я думаю, все-таки он летний, он летний, он жаркий, он зимой, ну, я не знаю, я его еще не пробовала носить, когда холодно, но вот как-то у меня пока вот сейчас вот у нас похолодало, и он все, он у меня стоит, я его не одеваю. А когда было жарко, я просто, я им поливалась, с утра уйду на работу, и он реально стойкий для туалетной воды, это просто вот, ну, это кладезь, это шлейф, это стойкость запредельная. Здесь у нас очень красивый, чистый, искрящийся мускус и белые цветы. Ну, я не знаю, ландыш я тут слышу. Первый момент, когда вот я нанесла этот аромат, мне вот он прям ландыши. Какой, думаю, красивый ландыш, все, надо брать. Потом, да, потом появляется мускус, но мускус такой не животный, а чистый, благородный, свежий. Ну, в общем, вот пять ароматов, может быть, позже я еще запишу ароматы просто лета, ароматы лета, потому что их еще куча целая. Но вот этот топ-5, топ-5, это, ну, это мои, мои вот палочки-выручалочки на жару, потому что я, конечно, парфюмерный маньяк, я люблю пахнуть, я люблю в любую погоду носить аромат, как бы жарко, как бы душно не было мне. И вот найти такие ароматы именно на жару, это находка. Все. На этом все. Я надеюсь, вам понравился мой обзор. Я с нетерпением жду Алисин обзор, прям вот мне интересно, что у нее будет за ароматы. Будут за ароматы. Переходите по ссылке на ее страницу, оставляйте комментарии, я надеюсь, вам понравится наше совместное творчество. Все, всем пока. С вами была Аленка Блок. Чао-чао. Пока.